Всем привет! Сегодня расскажу вам, чем еще опасна жара, как зелень борется с онкологией, как добывать нефть с умом. Подробности далее в программе новости науки с Ролиной Киряевой. Итак, в мире. Согласно общему правилу основной модели агрессивности, уровень насилия и агрессии увеличивается по мере приближения к экватору, что, по мнению ученых, доказывает, что климат влияет на поведение людей. Причем на поведение людей влияют не только высокие температуры, но и сезонные колебания климата, уверена ученая из университета в Риа в Амстердаме Мария Рендеру. Она объясняет взаимосвязь между увеличением уровня преступности и жарой следующим образом. Знойная погода способствует тому, что люди меньше думают о будущем и живут одним днем. А российские ученые из Московского физико-технического института, Института органической химии имени Зеленского, Института биологии и развития имени Кольцова и Института биофизики клетки предложили эффективный синтез веществ противораковой активностью на основе соединений, выделенных из семян петрушки и укропов. Исследователи разработали простой способ получения глазиавианина А и его структурных аналогов, тормозящих рост опухолевых клеток из дешевого растительного сырья. Кроме того, была разработана инвиво-система на зародышах морских ежей для быстрого и надежного определения механизма действия новых противораковых препаратов. И напоследок в Татарстане. Накануне в Казанском университете состоялось открытие конференции «Термические методы увеличения нефтеотдачи». Главной темой конференции стали так называемые «Умные месторождения» и «Термические методы добычи нефти». И обсудить эти вопросы съехались ведущие ученые известных университетов мира и представители передовых нефтедобывающих компаний. Мероприятие призвано объединить международный опыт в использовании методов термического извлечения нефти в рамках концепции «Умного месторождения» и создать инновационные технологии добычи нетрадиционных запасов, включая высоковязкую и сланцевую нефть, легкую нефть из низкопроницаемых коллекторов, а также природные битумы. А на этом все. Субтитры создавал DimaTorzok